Почему самый высокий пик Испании разместился даже не в Европе, а затерялся среди вод Атлантического океана на территории Канарских островов? Именно на острове Тенерифе находится вулкан Тейди, высочайшая точка Испании. Туристы приезжают на остров ради отдыха в тропиках, пляжей с черным, желтым песком, карнавала Санта-Круз де Тенерифе. Но конечно, главной визитной карточкой считается вулкан Тейди, именно он сформировал Тенерифе самый крупный остров своего архипелага. Эта огненная гора возвышается над морем на 3718 метров и числится как самый высокий пик в Атлантическом океане, так как если отсчитывать от дна, то его высота составляет 7500 метров. Также Тенерифе занимает третье место по объему среди всех вулканических островов мира. Пляж Попкорн на Канарских островах несмотря на отдаленность от столицы, именно на просторах Тейди находится первый национальный парк Испании. Он был создан в январе 1954 года и занимает 189 квадратных километров. На всей территории преобладает пустынный пейзаж, однако в парке царствует биологическое разнообразие. Вулкан Иджин и горячее озеро с серной кислотой вулканологи считают, что образование Тейди началось еще 150 тысяч лет назад после крупного извержения сформировалось кальдера Лаканьедас. На его северной стороне находится вулкан Тейди, и возник он вследствие последующих извержений. Отдых на Каморских островах, однако население местных территорий не поддерживает версию ученых и именовало вулкан как Ачейди, что в переводе означает «дьявол». Они верят в легенду о том, что в округе обитал дьявол с именем Гуайота, и он считал своим долгом вредить населению острова. Со своей миссией он справлялся превосходно, пока не запланировал самую крупную пакость, он хотел украсть солнце и спрятать его в сердце горы. Затея удалась, жить на Тенерифе стало невыносимо, и население в отчаянии решило обратиться к главному богу, Ачмана, чтобы он поговорил с Гуайотой, и тот вернул им солнце. Бог помог жителям, он вернул светило на небо, и в наказание демону заточил его в той же горе. Теперь злой и рассерженный Гуайота пылает в жерли вулкана, напоминая о своем величии ядовитыми потоками раскаленной лавы. Туристы добираются к вершине вулкана вначале на автобусе или машине, и достигая высоты 2356 метров пересаживаются на канатную дорогу и за 8 минут они оказываются на высоте 3555 метров, оставшиеся расстояния в 160 метрах идут пешком. Однако очередь на подъемник в туристический сезон впечатляет своими размерами, потому любители активного отдыха предпочитают пешком подыматься к вершине вулкана. Одним из плюсов самостоятельного подъема является постепенная адаптация организма к уменьшению уровня кислорода. Таким образом, каждый путешественник выбирает свой путь, кто-то предпочитает спортивные прогулки, а кому-то ближе поездка с ветерком на машины. Вулкан все еще действующий, последнее его извержение произошло в 1909 году в северо-западном крыле, небольшая активность отмечалась в 1704 году и 1705 году на северо-восточной стороне. Один из самых опасных и прекрасных вулканов мира – Тейди. Однако путешественников не останавливает даже это, ежегодно волны туристов едут на остров для того, чтобы посмотреть на величественной Тейди и насладиться «марсианским» пейзажем Национального парка Испании.